Грузия Анлиния, Грузия, геороссийская мягкая сила. Тенгиз Аблотия. Грузия Анлиния, Грузия. 21 июня 2019 года. В последнее время в Грузии снова стала актуальной абсолютно искусственно вбрасываемая в общество темы сексуальных меньшинств. Проблема, с которой в реальной жизни 99% граждан Грузии, борющихся за выживание, вообще никак не сталкиваются. Время от времени, исходя из странных и причудливых фобий традиционно православных грузин, вдруг становится темой номер один. Продолжается это многие годы, и после небольших перерывов театр абсурда возобновляется с новой силой. Это такая своеобразная карма, которой видимо, надо переболеть. Наверное никто сегадя уже не помнит, но лет 15 назад главной страшилкой для традиционных грузин были свидетели Яговы. Это были запрещенные в России организации, примечания редакторов. О них говорили примерно так же, как сегодня о геях. Они постепенно захватят всю страну. Идет антиправославная пропаганда. Они борются против грузинской идентичности, и так далее. Но вот, прошло несколько лет, мода на антиэговизм как-то сама по себе исчезла, и свидетели Яговы снова стали тем, чем и являются на самом деле, маленькой, незначительной сектой, объединяющей несколько тысяч человек. Одна бессмысленная фобия прошла, и на ее место пришла другая, геи. Как правило, попытки секс-меньшинств провести какие-либо публичные акции встречают ярое сопротивление наших с вами сограждан, которые именуют себя защитниками грузинской идентичности, и напрочь опровергают все обвинения в пророссийскости. Они искренне, по причине своей непроходимой тупости, не понимают, что так, давно уже никто не работает. Что в пророссийском государстве может не быть российских военных баз, и уж совершенно точно, не будет наместника Путина и статуса автономии в составе РФ. Более того, внешне ничего не изменится, все будет как было, но только внешне. Пророссийская ориентация – это общий стиль мышления, идейное единство, опирающийся на криминал, агрессию, всеобщую ненависть всех ко всем, коррупцию, и показушную религиозность. В наше время совсем не обязательно кричать над Тифлисом рейд «Красное знамя», «Да здравствует советская Грузия!», точка. Все можно сделать намного более красиво, тактично, и деликатно. Итак, почему, про грузинская политика, равно как и вся убогая беготня за геями, и эговистами, турками, и иранцем, однозначно, на 100%, дело рук Кремля? Вероятно, вам недостаточно того, что новоиспеченный лидер грузинских черносотенцев Леван Васадзе, друг и единомышленника злейшего врага Грузии Александра Дугина. Парадокс, новоотники и традиционалисты нашли этому благовидное объяснение. Это он как Штирлиц, втерся в доверие к главному идеологии российского фашизма, чтобы уговорить его вернуть Абхазию. Но на самом деле, и это не главное, совсем не обязательно встречаться с российскими крупными чиновниками, чтобы быть пророссийским. Ксенофобия, которую усиленно вбивают в голову население Грузии основные союзники Москвы, ГПЦ и разного рода религиозно-националистические секты, конечно, не связаны напрямую с Москвой. По идее можно ненавидеть геев, и быть при этом прозападным, но в реальности связь есть, хотя и не прямая. Сейчас для Кремля в Грузии не столь важно получить кого-то безусловно своего, прямо сейчас, не отходя от кассы. На данном этапе главная задача русской мягкой силы, это максимально увеличивать в Грузии пусть не прямо промосковские, но по крайней мере антизападные настроения. Следующим шагом, по мере роста антизападных настроений по идее может быть смена власти, с прозападных, или условно более или менее прозападных, на прогрузинских. После этого схватить Грузию за горло и уже больше никогда не подпускать власти никого, кто не согласовывает политику с Кремлем, будет делом времени и техники. Стремление к самоизоляции, вот что объединяет в Грузии ватников, националистов, православных, и всех кто там еще есть. Поэтому ксенофобии, и в первую очередь гомофобии в этой пропаганде уделяется особое внимание, нет более эффективного способа запугать тех, кто и так боится всего мира, кто привык видеть во всем новом, чужое, враждебное, и навязываемое. Запад навязывает нам свои ценности, это первый шаг. Чуть позже идет шаг второй. А Россия нам ничего не навязывает, бережно относится к нашим ценностям, к нашей религии. Кроме того, есть и еще одна причина, по которой в российской пропаганде особое внимание уделяется именно тиражированию фобий, страхов, агрессии, словом, всего темного, что есть в человеческой натуре, Кремлю просто больше нечем крыть. Без конца рассказывать о Великой Отечественной войне, атомной промышленности, космосе и вооружениях, уже не работает, все привыкли, и на фоне отсутствия прорывных новшеств в других сферах, не слишком убеждает. Никаких других достижений нет и не предвидится. И вот в этой ситуации придумали нечто новое, и оригинальное. Москва теперь не коммунизм строит во всем мире, а защищает мораль, нравственность, и религию по всему миру. То, что в самой России моралью, нравственность, и религией даже не пахнет, неважно. Мораль и нравственность, они ведь чем хороши? Тем, что это не ВВП, и не объем экспорта, их не перепроверишь и современными бухгалтерскими программами не измеришь. Можно обвинять вес мира в аморальности и выдавать себя за последнего хранителя морали. Никто не схватит за руку, поди да проверь, кто там моральный, а кто нет. Соответственно, это очень удобно, практично, и хорошо работает, в особенности в отношении наций, которые не привыкли думать головой, и предпочитают доверять копчику. Следует отметить, что пропаганда, работает, и количество пророссийских и антизападно настроенных граждан растет с каждым годом. Но, это тот случай, когда определенные свойства характера являются одновременно и союзником, и противником. Ватная пропаганда о геях и безнравственности западной цивилизации отлично работает на публику, скажем тактично, с невысоким уровнем развития. Весь люмпин пролетариат, начиная базарными торговцами, заканчивая таксистами, на сегодняшний день, является сторонником Москвы. Как раз по причине прирожденной тупости, отсутствию критического мышления, и абсолютной неспособности различать лощу правду. Чем человек более отсталый и дремучий, тем проще он поддается на дешевую пропаганду. Это реальность, неоднократно доказанная мировой историей. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.